Уехал Сэмми от нас, когда ему было два с половиной месяца. У него тогда были такие ясные синие глаза. Сэмми рос красивой собакой, поддерживали связь с хозяйкой, даже фотографии мне присылала. Кажется, она любила Сэмми. Но через два года хозяйка вообще перестала отвечать на мои сообщения. Я знаю, что обычно это нехорошо. Так и случилось. Через год нам удалось найти Сэмми богом забытой деревни, сидящим на цепи с почти не работающими задними лапами. Мне сам позвонил новый хозяин Хаски, который решил избавиться от больной собаки. Дал мне три дня до того, как повезет пса на усыпление. Приехав по адресу, я увидела то, что никогда не смогу забыть. Сэмми весил более 50 килограмм, весь заплыл жиром, весь в грязи, еле лапы переставляет. А ведь еще совсем молодой. Ему еще жить и жить. Кормили, как на убой, всякими кашами и кормом для собак. В итоге полностью испортили издовой собаке обмен веществ, на которые они активно катали детей, привязывая пса к ватрушке. На лапы была слишком большая нагрузка, что привело к тому, что они начали сильно болеть, и из-за этого Сэмми все время лежал. А зачем им нужна собака, от которой нет никакой пользы, а зачем лечить животное, которое довели до такого состояния? Выбрали простой путь, усыпление. Хоть догадались написать мне и сообщить об этом. В результате пса забрали на передержку, за которой я наблюдаю. Я приезжала, привозила еду и препараты. За месяц Сэмми удалось избавиться от 4 килограмм, он стал более бодрым, много начал гулять и потихоньку приходить в себя. Нашлись для него и хозяева, несмотря на мнение тех, кто довел пса до такого состояния. Так что Сэмми отправился к породникам, которые начали заниматься его восстановлением. Там у них и ветеринар всегда под боком, и товарищи хаски, занимающиеся издовым спортом. Худел Сэмми постепенно под четким наблюдением. Двигался сколько мог, не перегружали. У него появилась талия и изменилась мордаха. Но, к сожалению, эта история с грустным концом. Повреждения, которые нанесла организму плохая пища и отсутствие движения на короткой цепи, не прошли бесследно. У Сэмми начались проблемы с сердцем, после начались приступы. Хозяева делают все возможное, усыпления, как вариант, они даже не рассматривают, хотя пес их не узнает. Все братья и сестры Сэмми, как и родители его, живы и здоровы. А бывшие владельцы превратили собаку в свинью, а после избавились, когда стала не нужна. Возможно, если бы мы забрали его раньше, то все было иначе. И когда мне уже в тысячный раз говорят, что собаку можно кормить чем угодно, ведь это собака, можно ее посадить на цепь и не гулять с ней, и все с ней будет хорошо, то хочется показать им Сэмми, молодого породистого пса, которого довели до ужасного состояния своим несерьезным отношением к животному.